Добрый день! Мы находимся в стоматологическом отделении консультативно-диагностического центра Яснянского района. На базе этого отделения будет проведено практическое занятие по оказанию неотложной помощи при состояниях, которые могут возникнуть при лечении в этом отделении. Совместно с представителем центра специальной подготовки будут проведены тесты с последующим получением сертификатов о возможности оказания неотложной помощи. Цель – повторить, научить врачей, среднемедицинский персонал в оказании данной помощи во избежание летальных исходов. Уважаемые коллеги, самое главное – понимать и действовать адекватно, когда у пациента действительно возникает жизнеугрожающее состояние. Именно благодаря тому, что мы проводим мастер-классы, что мы проводим отработку практических навыков, каждый медицинский сотрудник может повысить как свой уровень, который уже есть, а также получить что-то новое именно для спасения жизни человека в экстренной ситуации. Потому что, к сожалению, в бою уже учиться поздно. Именно для этого мы и проводим данный цикл мероприятий. По международным рекомендациям есть такая рекомендация, что необходимо обновлять данные практические навыки ежегодно. То есть раз в год каждый сотрудник должен пройти похожий мастер-класс. Потому что, к сожалению, не всегда в экстренной ситуации ты сможешь действовать адекватно, ввиду того, что руки банально не помнят твои действия. Только благодаря отработке этого на манекенном оборудовании, в симуляционных заданиях и задачах можно добиться действительно устойчивого рефлекса в Архбермании рефлекса. Давайте будем начинать. Какие мы с вами ставим учебные цели? Ну, первое, во-первых, усвоить подход к тому, что такое анофилоксия. Дальше, распознание симптомов, которые нам будут свидетельствовать о том, что это действительно остроаллергическая реакция. Введение пациента. Кстати, как вы думаете, сколько у нас сейчас действующих протоколов в стране Украины по лечению анофилоксии? Не одного, четыре. Четыре. Вот как-то так сложилось. И, к сожалению, каждый может выбирать какой-то свой протокол, но все-таки хотелось бы это унифицировать, чтобы у каждого была одинаковая информация. Чтобы в экстренной ситуации вы действовали как команда. А не один побежал за одним, другой за другим, а потом возле пациента встали и решаем, какой протокол применять. Об этом мы тоже с вами поговорим. Ну и самое главное, адреналин, зачем он нужен, куда его вводить и как его вводить. Сама анофилоксия. Что это такое? Тяжелая, генерализированная аллергическая реакция. К сожалению, опасная для жизни. В 10-20% случаях, которая заканчивается, к сожалению, смертью пациента. А самое главное, при неадекватном нашем подходе к этому. Самое, чем она характеризуется? Быстрым развитием и началом жизнеугрожающих ситуаций, которые связаны с нарушением системы дыхания и или кровообращения. Именно вот так. И или кровообращение. Потому что может превалировать как нарушение одной системы, так и другой. В зависимости от этого будут некоторые нюансы по лечению пациента. Самый общий термин анофилоксия был предложен еще в 1913 году господином Шарлем Рише, за что тот впоследствии получил Нобелевскую премию. На этом мы понимаем, что Нобелевские премии направо-налево не раздают. То есть действительно вопрос данный будоражен умы медработников и очень серьезно исследовался. По разным статистическим данным, сейчас берем сухую статистику, случаи анофилоксии составляют от 30 до 950 случаев на 100 тысяч человек в год. Вас ничего не смущает в этих цифрах? Много. Разброс какой-то странный. А почему так, как думаете? Почему вот статистика дается такая? Потому что не каждый раз она, наверное, не записывается. Абсолютно правильно. К сожалению, у нас с вами в стране, это вот цифра. Вспомните, какой строс бумаг необходимо заполнить, если, не дай бог, мы с вами подозреваем аллергию на введение какого-либо препарата. И, к сожалению, очень часто у нас эти данные немножко скрываются. В Британии, которая является лидером по изучению вопросов анофилоксии, эта цифра составляет вот так, потому что реально регистрируют и реально этих пациентов ведут. Некоторые моменты. Первое. Скорость возникновения анофилактической реакции может быть от нескольких секунд вплоть до длительного довольно времени. Я надеюсь, что вы прекрасно знаете, вот я с вашим заведующим общался, что пробу мы на местах не проводим. А почему не проводим? Потому что это введение аллергенов. Потому что абсолютно правильно. Ни доза, ни способ, ни скорость введения никак не умаляет возможности развития анофилактической реакции. Ну и опять же, я всегда привожу, например, каждый из нас ходил в поликлинике к стоматологам, делают тебе пробу, и что потом говорят? Пойди погуляй минут 5-10. Понятное дело, я не буду сидеть в очереди с бабушками и дедушками. Я пойду вниз, возьму кофеек, возьму сигаретку и зайду за угол. И, к сожалению, эта анофилактическая реакция может настигнуть меня именно там. Поэтому пациент должен быть под контролем. Именно поэтому на данном моменте и на данном этапе запрещено проведение проб на местах. Разрешено или аллергологические центры, или те стационары, или поликлиники, где есть отделение интенсивной терапии. Чтобы именно если вдруг возникнет эта реакция, интенсивисты могли с ней побороться. Но, однако, было доказано, что большая доза препаратов все-таки усиливает данные проблемы. То есть усиливает, как скорость и тяжесть возникновения анофилактического шока. Причин, друзья, на возникновение аллергии, любых, вплоть до анофилактических, ну, множество. То есть тут, как бы, говорить не приходится об этом. Это и анестетики, это и антибиотики, миорелаксанты. У меня есть очень хороший коллега, он сам доктор-аллерголог. У него есть одна классная фраза, мне она очень нравится, она как раз актуальна. Говорит, запомни, каждый из нас аллергик. Я говорю, слушай, у меня никогда аллергии ни на что не было. Он говорит, ты просто еще свой аллерген не встретил. К сожалению, встретить свой аллерген могут... А? Ну, вот, к сожалению, и это может произойти у нас с вами. Вроде принимаем пациента, все нормально, но для какого-то пациента именно этот нормальный наш рутинный препарат может стать тем самым аллергеном. А в одной, в одном слайде сделали так, ну, чтобы, знаете, понять все, что беспокоит нашего пациента. Какая-то таблеточка или препарат его душит, да, ему тяжело дышать, глаза на выкате, мокрый, бледный, холодный. Возможно, введение кого-то препарата, но рассмотрим каждое нарушение каждой системы по отдельности, для того, чтобы все-таки, ну, немножко ближе это понять. Какие необходимые критерии диагноза, да, вот как я могу понять, что это реально вот все-таки, скорее всего, анафилоксия. Первое и самое главное, это внезапное начало и быстрое прогрессирование нарушений со стороны дыхания или кровообращения. Если, условно, скажем, где-то что-то немножко посыпало, да, ну, подумайте, оно или не оно, но доказано, что практически 80% анафилоксии сначала начинаются с банальных кожных проявлений, а потом, как снежный ком, это усугубляется. Поэтому первое, внезапное начало и быстрое проявление пенических признаков. Дальше, опасные для жизни проблемы с дыханием или кровообращением. Изменение кожи и слизистых, это то, что, возможно, первое может нас натолкнуть на то, что здесь и сейчас может развиться уже анафилактическая реакция. Ну, и, понятное дело, подтверждает диагноз контакт с известным аллергеном. Всегда задавайте пациентам вопрос, есть ли у них аллергия на то, что вы хотите вводить. Даже если там на карточке нету красной полоски с надписью «Аллергия», ну, все-таки удосуждайтесь спросить, не было ли раньше аллергии на данный препарат, с которым вы будете пользоваться. По дыханию. Ну, понятное дело, что возникает отек. Откуда отберется эта жидкость для формирования отека? Раз. Раз. Ну, то есть, если глобально, то из сосудистого русла. Согласны? То есть, не это. А? Ну, я же говорю, если глобально, да, то из сосудистого русла. Вот этот момент немножко оставьте себе в памяти, когда мы дойдем до протокола лечения, да, я к этому моменту вернусь. Дальше. Первое, что может нас натолкнуть на мысль о том, что есть проблема, банальная сиплозглоза пациента. Мы вроде общаемся, все вроде нормально, а потом как-то начинается уже отечность возникать, уже сужается просвет его драхеи, ему уже тяжелее говорить. Громкое дыхание, да. Если, допустим, для бронхиальной астмы характерны какие, какая задышка? Какая? Экспираторная или инспираторная? Экспираторная. То есть, ему выдохнуть тяжело при БА, да. Если это бронхоабструктивная проблема, ему выдохнуть тяжело, то здесь будет просто громкое шумное дыхание. Дальше. Респираторный дистресс-синдром. Сухие сначала, свистящие, а потом вплоть до влажных шрипов мы с вами можем услышать. Понятное дело, что если мне тяжело дышать, я буду немножко заторможенным, и сознание мое тоже будет как-то немножко помонтино. Но по цианозу не старайтесь ориентироваться. Чаще всего цианоз является более поздним признаком. Почему я так утверждаю? Как думаете? Давайте общаться. Я не лектор. Но уже поздно. Поздно пить боржоми, когда поиски отказали, да. Друзья, кожа наша является самым большим органом нашего тела. Если мы уже видим у пациента цианоз, то это 100% у него уже произошла централизация кровообращения, да. И это уже довольно поздний признак, когда уже этот снежный ком начал все-таки накапливаться. Поэтому по цианозу не ориентируйтесь. Он не будет первичным признаком анафилатической реакции. Ну и как в крайней степени это уже остановка дыхания. А что мы делаем, когда остановка дыхания? К чему переходим? К сердечно-легочной реанимации. Отлично. Отлично. А есть чем ИВЛ делать? Хорошо, продолжаем дальше. Со стороны системы кровообращения. Все признаки шока. Ну, тут все, я думаю, это прекрасно знают. Бледный, холодный, мокрый. Дальше. Есть тахикардия. Почему? Кровь сгущается. Потому что, помните, жидкость, да, она же выходит из сосудистого русла. Сердцу необходимо чаще работать, чтобы эту густую кровь перекачивать. Поэтому начинается тахикардия. Артериальная гипотезия. Ну, опять же, гипоболемия есть, потому что жидкость ушла. Будет снижение артериального давления. Есть еще такой довольно простой симптом. Время капиллярного наполнения. Знаете такое? На большой пальчик или на любой пальчик нажимаем. 5 секунд держим и отпускаем. В норме ложе должно вернуться к своему цвету за 2 секунды. До 2 секунд. А если, допустим, мы говорим, милая дама, у вас, да, если тут маникюр, если тут все красиво, куда будем нажимать? На уху. Не, на глаз не надо, нормально. На ту структуру, где кожа ближе всего подходит к кости. Лобик может быть? Может. Грудина может быть? Может быть. Основание большого пальца может быть. А также данный симптом, будьте внимательны, не очень хорошо работает у пожилых людей, потому что уже микроциркуляция нарушена, да, поэтому старайтесь искать его все-таки, если это пожилой пациент, то где-то ближе к центру. Хорошо. Снижение уровня или потеря сознания. Понятное дело, нормальной перфузии ткани головного мозга крови в данный момент нету, поэтому пациент может потерять сознание. На ЭКГ есть, но у нас есть возможность подключить признаки ишемии, ну потому что сердце реально на износ в этой ситуации работает. Ну и как крайняя степень это уже остановка кровообращения. А по коже и слизистых было доказано, что 80% это возникает первичный, сопровождает анафилактическую реакцию. Ну, чтобы долго не рассказывать, ну таких красавчиков встречали в свою практику? Нет? Ну и слава богу, дай бог, чтобы не встретили никогда. Ну, за это некоторые нынче деньги даже платят, чтобы так сделаем. Не всегда это анафилактика. Итак, переходим все-таки уже непосредственно к тому, как будем врачевать, что будем врачевать. Первое, друзья, анафилактическая реакция это жизнеугрожающее состояние. Поэтому запомните, один в поле не воин. Подумали об этом? Сразу же вызываем тех, кто нам сможет помочь. Кто нам может помочь в этой ситуации? Бригада скорой помощи. Набираем телефончик 103 и говорим, ребята, у нас там-то, там-то в каком-то кабинете анафилаксия. Для диспетчера 103, будучи сотрудником 103, я вам это 100% утверждаю, для диспетчера 103 анафилаксия это равно реанимацию. И сюда будет как можно быстрее направлена бригада, которая действительно может впоследствии перевести, если уже дойдет до реанимации, вашу базовую на уже узкоспециализирование. Раз. Дальше. Обследование пациента, экспресс-оценка по EBCD. Система приоритетов дыхания, дыхательные пути, кровообращение и все остальное. Но это не является темой нашей лекции. И введение адреналина. Хорошо. В каком положении мы будем врачевать нашего пациента? Вот сидит он у нас в кресле. Вот тут есть нюансы. Друзья, обращаю ваше внимание, если у него превалируют нарушения со стороны дыхательной системы, грубо скажу, фиг вы его положите. Он у вас не ляжет. Он будет сидеть в позе компенсации, в артопное, упершись и натужно дышать. Не надо пытаться его уложить в этой ситуации. Если вы видите, что превалирует дыхательное нарушение, лечите его вот так вот сидя. Если, понятное дело, превалируют все-таки нарушения со стороны сердечно-суистой системы, то это горизонтальное положение с приподнятым ножным концом. Тут это все прекрасно знают. Если впоследствии пациент теряет сознание, то это стабильное боковое положение. То есть, чтобы голова была на бок. Потому что, к сожалению, во-первых, мы сталкиваемся с западением языка, если человек без сознания лежит горизонтально на спине, и, к сожалению, может возникнуть рвота. Если эта рвота возникает, то если у нас голова просто повернута, а не все тело, все равно остается угол около 30 градусов, и она может попадать в дыхательные пути. Ну, а аспирационное пневмония 70% летальностью, как бы никто не отменял. Хорошо, по положению разобрались. Дальше. Прекращаем введение того препарата, который, возможно, в данный момент вводится. Если, ну, опять же, в ваших условиях этого не будет, но если это вводилось куда-то в вену, друзья, вену не выдергиваем. Мы просто перекрываем систему и отключаем ее. Почему так? Очень часто я сталкивался с практикой, в практике, ну, медсестра переживает, да, сразу дерг вену, попробуйте потом на том нулевом давлении ту вену опять поставить. Поэтому вены не лишайте пациента, если это шло куда-то внутривенно какие-либо инъекции. Если эта аллергическая реакция вызвана, вы предполагаете вкусом какого-то насекомого, пчелы и так далее, то необходимо удалять тот сам аллерген, а аллергеном как раз и является то жало. А если вы подозреваете, что анафилоксия, возможно, вызвана пищевыми продуктами, запрещается вызывать рвоту у таких пациентов. Почему? Ну вот это был вопрос. А если он будет усугублять, то есть аспирация, а потом усугубить? Абсолютно правильно, потому что уже аллерген действует. То есть то, что вы вызвали рвоту, ну как бы окей, но не забывайте о том, что пациент может сознание это все-таки и потерять, и это может произойти вот так внезапно. А рвота в высознительном состоянии, как мы говорили, это, к сожалению, крайне высокая степень летальности. Дальше, незадержанность специфического лечения. Задумались о том, что это анафилоксия? Вот здесь задумались. Друзья, самое главное, не промелькать тот момент. Лучше давайте так, перебдеть, чем недобдеть. Если вы нашли один из тех симптомов, которые мы с вами говорили, и у вас вот здесь закралась мысль, что это анафилоксия, пролечите его по протоколу лечения анафилоксии. Хуже вы ему 100% не сделаете, но если это была реальная анафилоксия, вы спасете пациента. Итак, переходим уже к самому алгоритму. Алгоритм, он вот какой-то очень такой большой, какой-то непонятный. Давайте рассмотрим его полностью. А первое, с чем вы можете сейчас сказать, слушайте, это же как-то не наше, написано какой-то британский совет реанимации, а почему я вам это даю? Помните, мы вспоминали с вами о действующих протоколах анафилоксии. Самый последний четвертый протокол, который начал действовать в нашей стране, он основан как раз на этом британском протоколе. А вербологи не мудрство и лука. Взяли самый надежный мировой протокол, потому что британцы являются лидерами по исследованию данного вопроса, перевели на наш отечественный язык, немножко актуализировали препараты для нашего рынка и выдали это как за свой протокол. Рассмотрим каждый пункт из этого протокола для того, чтобы было понятно, зачем, когда и чего мы вводим. Итак, то, о чем мы говорим, наш украинский протокол. Пожалуйста, наказ 916. Обратите внимание, когда этот наказ был написан. 15-й год, но месяц 12-й и дата 30-е число. То есть перед Новым годом. Почему многие люди, к сожалению, данного протокола не знают, потому что его спустили на места 31-го числа. Ну и как вы думаете, дошло оно до людей? Ну, а также осталось где-то в входной корреспонденции. Хорошо, по пути введения адреналина. Куда будем вводить адреналин? Лично. В бедро. Отлично, внутримышечно. Абсолютно правильно. Путь введения адреналина рекомендован на первичном этапе внутримышечно. Почему? Во-первых, это безопасно. Вы не вызовете никаких осложнений со стороны сердечно-содистой системы. Кто-то из вас в практике вводил адреналин внутриверно? Никогда. Ну и давайте так, и не надо. Пациентам это крайне не нравится, и можно нарваться на очень серьезное осложнение, вплоть до аритмогенности, вплоть до фибрилляции его сердца. Поэтому рекомендуемый путь внутримышечно. Первое, он безопасен. Второе, он прост для выполнения. Его может сделать как доктор высшей категории, так и молодая медсестра, которая только закончила училище. Ну и как бы не требует никакого внутривенного доступа. Ни в коем случае не хотел бы вас обидеть, но я не уверен, что у вас на таком высоком уровне стоит манипуляция поиска вены на крайне низком давлении. Именно поэтому введение адреналина внутримышечно-это самый первый этап, с чего мы начинаем. А какая дозировка адреналина? Улам. Ну отлично, тут видите, зачем собрались? Все все и так прекрасно знают. Итак, по дозировке. У нас вообще с адреналином сложилась такая очень интересная ситуация. У нас в Украине есть два адреналина. Адреналина гидрохлорид и адреналина гидротарат. Один 0,1%, другой 0,18%. Но, друзья, не акцентируйте на этом внимание. Самое главное, что в одном и в другом внутри находятся 1000 микрограмм действующего вещества. Для взрослых эта дозировка будет полампулу, как абсолютно правильно сказал ваш коллега, полмиллилитра или 500 микрограмм. Дети, которые старше 12 лет, они приравнены к взрослым. Помните, если аннотацию препарата любого открываешь, там написано, что взрослые дадиты старше 12-й роки. То есть те же 0,5. Ребенок 6-12 лет, это 300 микрограмм, 0,3 миллилитра. И дети, которые младше 6 лет, 150 микрограмм, то есть 0,15 миллилитра. Итак, начали с адреналина. Вообще всегда мне приятно и реально отрадно, что вы это прекрасно знаете, что внутри мышцы, но очень часто, работая с коллегами, пригласили доказать, что это реально помогает. Поэтому несколько слайдов. Первый препарат для самопомощи. Ну, согласитесь, если ты страдаешь анафилоксией, тебе не очень хочется проспаться в отделении интенсивной терапии без сознания и с трубками в себе. Люди начали придумывать препараты, как же можно помочь самому себе. То есть то, что можно носить с собой на случай возникновения аллергической реакции. Первая генерация препарата называлась Анахел. Теперь стюбик. И обратите внимание на интересную конструкцию поршни. Видите флажочки на ней? Как думаете, зачем? Доза. Доза, абсолютно правильно, стоппер. Если это ребенок, я отламываю самый нижний флажок, чтобы много препарата не было, то есть 0,15. Ребенок чуть постарше, второй флажок, взрослый отламываю третий флажок. Это была первая генерация, но, к сожалению, в экстренной ситуации, ну, представьте, я задыхаюсь, у меня тремор всего чего только можно. Тяжело было отламывать вот эти вот флажочки. Поэтому следующее поколение данных препаратов называется Эпипет. Слышали, видели? Штука хорошая. Стоит, конечно, дурных денег на рынке Украины. Одна шприц-ручка стоит полторы тысячи ривен. Нас недавно обвинили, что мы, видите ли, рекламируем. Нет, ни в коем случае его не рекламируем. Я сам говорю, что для наших реалий полторы тысячи это, ну, крайне много по сравнению с нашим адреналином. Но в чем удобство самого Эпипена? Шприц-ручка, которая не требует никаких абсолютно навыков владения. Сняли защитную крышечку и вот именно вот так в бедро и ввели. Не надо никакой асептической обработки. Помните? По широкому полю, да? Три ваточки, лоточек. Потому что, к сожалению, скорость развития реакции не позволит нам это делать, все по правилам. Но я же говорю, к сожалению, в наших реалиях цена на данный препарат крайне высока, да? И нам проще работать нашим адреналином, который у нас есть всегда. По поводу введения внутривенного адреналина. Тот протокол, который писался врачами и реаниматологами, он, к сожалению, очень сложен для понимания, во-первых, коллегами, которые не являются интенсивистами. И самое главное, давайте вот так вот прикинем. Сначала 5 микрограмм на килограмм, с последующей инфузией 1 микрограмм на килограмм в минуту. Вот как это на коленке, извините, подсчитать, да? И когда у тебя пациент тут синеет, задыхается и без давления, да, вот попытайтесь это рассчитать. И то, что мы с вами говорили, внутривенное введение адреналина, к сожалению, оно, еще проблемы обусловлены его аритмогенностью. Во-первых, ишемизация миокарда при введении внутривенном. И самое главное, в нашем протоколе, который в Украине утверждено, написано, что внутривенное введение адреналина рекомендовано только в случае, если у вас есть возможность замониторить пациента. То есть подключить кардиомонитор, именно для того, чтобы если возникнет что-то из этого, да, вы сразу же могли с этим бороться. Ну, кардиомонитора я у вас в кабинете вроде не обнаружил, электрокардиограф тоже нигде здесь не лежит, поэтому все-таки давайте остановимся на внутримышечном. Итак, это было первое, внутримышечное введение адреналина. Какая вторая наша? Какие вторые действия? Кислород. Кислород, его никогда много не бывает, тут 100%, его можно с самого начала найти, даже до адреналина, если он рядом. Второе, помните, мы говорили, что человек теряет жидкость. Нам необходимо эту жидкость восполнять. Это массивное введение внутривенно кристаллоидов. Что у нас является кристаллоидами? Соль, натрий хлор. Да обычный наш привычный физраствор, обычный натрий хлор. Удалось найти венку, поставили, на максимальный поток открыли для взрослого вплоть до 1 литра. Это второй уровень, что мы делаем. Третий уровень, это введение, друзья, антигистаминных препаратов. Потому что нам необходимо блокировать рецепторы, которые как раз и есть, да, то, что вызывает аллергию. Супрастин у нас доступен, он у нас знаком, он у нас есть. Взрослые 10 мг, замечательно. У нас дозировка по 20 мг стандартная. Хуже не будет. Но тут обращаю ваше внимание, что, ну вот я по практике могу вам сказать, что внутривенно лучше его не болить. Они, к сожалению, все почему-то начинают сразу давать рвотный рефлекс. Поэтому внутримышечно точно так же вы его можете добавить или вот в ту физиологию, которую вы будете капать, да, введите ее туда, если удалось подключить вену. Не удалось подключить вену, все-таки внутримышечно. По поводу препарата димедрол. Димедрол очень любят американцы. Но тут есть нюанс. Димедрол у нас в нашей стране сколько миллиграмм в ампулу? Смотрите. А миллиграмм сколько? Он 1 мл, 1%. То есть получается 1 мг. Ну вот посчитайте, во мне 105 кг. Это мне сколько ампул димедрол это надо выхотить? Пока вы их откроете, я тут уже буду валяться. Просто в чем? А? Ну вот да. Просто в чем нюанс? У американцев он более концентрированный. Вот помните же историю вообще придумывания препарата димедрол? Делали как антигистаминный, но оказалось, что у него все-таки снотворный эффект высокий. И было доказано, что в низких дозировках у него как раз высокий снотворный эффект. А в высоких дозировках он ярко выраженный H1-блокатор. То есть H1-рецепторы заблокировали. Дальше H2-блокаторы. Ну, к сожалению, у нас на рынке крайне тяжело достать H2-блокаторы, которые мы можем ввести пациенту. Именно ввести. Потому что ранитидин у нас в чем? В таблетках. А вы лампулах его часто встречали? Нет. Поэтому, к сожалению, на нашем этапе, в нашей стране H2-рецепторы у нас, к сожалению, не получится заблокировать. Но, опять же, вы должны знать о том, что это существует и это необходимо сделать. Это был третий этап. Это первый адреналин. Второй массивный внутривенный инфузин. Третий – это антигистаминные препараты. И только на четвертом, друзья, этапе наши любимые с вами кортикостероиды. Очень часто, когда начинаешь эту тему и задаешь вопрос, все начинают, надо вводить дексаметазон. Я согласен. Но, заметьте, это только четвертый этап лечения анофилоксии. Потому что сейчас, в данный момент, кортикостероиды не будут действовать моментально. Они для чего впоследствии вводятся? Чтобы избежать пируэта данной энергетической реакции. То есть, первое, сначала действуют адреналин и антигистаминный препарат, а кортикостероиды будут в дальнейшем поддерживать действие этой всей системы. По дозировке. Ну, тут, опять же, в протоколе написано очень так, интересно. Рекомендуется вводить гидрокортизон. Какой у нас есть гидрокортизон? Ну, не конкретно у вас, а вообще, какой вы знаете гидрокортизон? Фармакология решила вас загрузить. Гидрокортизон? Нет, он есть гидрокортизоноацетат и гидрокортизоносукцинат. А гидрокортизоноацетат – это такая белюсая жидкость. Эмульсия. Эмульсия, абсолютно правильно. А знаете, что эту эмульсию нельзя вводить ни внутримышечно, ни внутривенно? Кто это вам такое сказал? Я вам такое сказал. Почитайте аннотацию к препарату. А что ж мы делаем? А, вот. А знаете, для чего вообще данный препарат используется? Врачами-ортопедометравматологами? Суставами. Для внутрисуставного введения. Но, к сожалению, ввиду своей дешевизны, этим ацетатом завалили все стационары. И говорят, надо вводить гидрокортизон при анофилоксии или при любой аллергической реакции. Но, друзья, эмульсия, она не предназначена для введения ни в вену, ни в мышцы. Я же говорю, я всегда настаиваю на том, что впоследствии, послушали это хорошо, проверьте меня потом. Возьмите литературу, откройте аннотацию к препарату и почитайте. Поэтому на нашем этапе все-таки необходимо как-то менять гидрокортизон. Потому что гидрокортизоносукцина, который реально в этой ситуации рекомендуем в Украине, брендовое название Солукартеф. Но Солукартеф, к сожалению, имеет крайне высокую стоимость. Он продается в 100 мг флаконах. И стоимость одного данного флакончика 300-400 мг. Ну а если для взрослого дозировка 2 флакончика, ну как бы мы себе это позволить не особо можем. Давайте менять на то, что у нас есть. По какому препарату всегда идет расчет гормонов? Я понял, дружбу в фармакологии. Всегда расчет гормонов производится по преднизолону. Сколько в преднизолонии мг действующего вещества в ампуле? Напоминаю, 30. 30. Абсолютно правильно. Давайте перечитать. Если нам надо пациенту ввести около 200 мг, делим 200 на 30, получается 6-7 ампул. У нас более популярен все-таки препарат дексаметазон. Он есть у нас. Как соотнести? Там 4 в дексе, а в преднизолоне 30. Но, друзья, чтобы вы не мучились и запомнили, одна ампула преднизолона по действию равна одной ампуле дексаметазона. Поэтому, если мы считаем, что нам надо 6-7 ампул преднизолона, нам надо 6-7 ампул дексаметазона. Но вы вот сейчас, я вижу так округляющиеся глаза, можете сказать, что это что вообще? Это же слоновая доза. Куда же столько? Вы не верите, что это слоновая доза? Мне когда-то эндокринолог говорит, что у него же надпочечники откажут. Друзья, от рутинного использования высоких доз кортикостероидов могут быть проблемы с надпочечниками. От однократного введения высокой дозы ничего не будет. И самое главное, опять же, возвращаясь к фармакологии, аннотации к препаратам. Максимальная суточная возможная доза для взрослого человека дексаметазона – это 80 мг. От вашего 21 мг дексаметазона ничего с ним пагубного не случится. Хорошо, вводим дексаметазон в данной дозировке. И вот уже на пятом пункте мы можем с вами вводить и магнезию, и офилин, и ингалятор ему давать. Знаете, почему я так вот наплевательски к этому отношусь? Потому что если вы прошли уже первые 4 этапа, к пятому этапу у него уже особо никаких проявлений аллергической реакции банально просто не будет. Вот и все. Но если что-то осталось, мы можем уже симптоматически его от этого лечить. Еще раз, друзья, повторяем. Первое – это адреналин для взрослых, полуампулы, то есть 500 мкг. Второе – это массивная внутривенная инфузия для взрослых до литра. Дальше – это антигистаминные препараты, третий этап. Четвертый – большая доза кортикостероидов. И на пятом лечим уже симптоматически то, что у него осталось. Но всегда не забывайте, если началось, то первое – это вызов все-таки помощи. И потом уже все дальше. Один может вызывать помощь, другой уже набирает адреналин и вводит внутримышечное. Коллеги, я попытался уложиться как можно быстрее, если у вас вопрос. Адреналин разводим, физра, полуампулы. Ничего, абсолютно. Полуампулы набрали в любую крупную мышцу и все. Один раз у кого, то есть набразы. Вы можете, смотрите, если у нас есть такая ситуация, мы не можем с вами взять вену, ввести все остальное. Мы видим, что после адреналина пациенту полегчало, но потом он опять начинает загружаться. Сколько вообще действий адреналина глица? Абсолютно правильно. По протоколу каждые 10 минут мы имеем право повторять эту дозу адреналина. Сколько раз? А? Да. Вплоть до приезда бригады скорой помощи. Помните, вот абсолютно коллега правильно сказала, он в организме долго не сохраняется. Он за 5 минут распадается целиком и полностью. Поэтому, если после первой инъекции все нормально, но потом начинает опять ухудшаться, вы имеете полное право повторять ее каждые 10 минут. Не вопрос. Потому что внутримышечно это безопасно, в отличие от внутривенного доступа. Еще вопросы? Адреналина есть. Какая у них разница действий? Абсолютно никакой. А, я вам скажу так, очень интересно приключилось. У нас тоже на скорой помощи маразм. Сначала был термостабильный адреналин. Все было нормально, в ящике валялся, все хорошо. Потом внезапно производитель решил на нем написать, что сохранять до 15 градусов. И вдумайтесь, на бригады выдали сумки-холодильники. И вот мы теперь несем ящик, плюс аппаратуру и все обвешено, а еще сумку-холодильник. Там хранится валидол, нитроглицерин, АТФ и все. Поэтому, ну, если рекомендует производитель сохранять все-таки в холодильнике, а самое главное, друзья, понять, что кроме рекомендаций производителя, существует еще проверяющий орган. И если они найдут этот адреналин у вас не в холодильнике, это будет большая проблема для ваших советовщиков. Поэтому самое главное, чтобы все знали, в каком из холодильников, в вашем отделении, находится тот самый адреналин. Еще вопросы? Тогда, друзья, если вопросов нету, спасибо вам за внимание. Я думаю, это было полезно и, возможно, кому-то интересно. Дай Бог, чтобы этого не было никогда. Спасибо за внимание. Мы закончили. Спасибо. Друзья, сейчас мы с вами обсудим и проведем действия по лечению пациента с анафилоксией. Напоминаю вам, что анафилоксия характеризуется быстрым развитием и нарастанием опасных для жизни клинических проявлений со стороны дыхания и или системы кровообращения. То есть это нарушение дыхания, это снижение артериального давления, вплоть до потери сознания с последующей возможной остановкой кровообращения. Итак, если мы с вами задумались о том, что у пациента возможна анафилактическая реакция на введение препарата. Первое – это положение пациента в нашем с вами кресле. Если у него превалирует дыхательное нарушение, то он будет вот так вот сидеть. Не нужно его пытаться класть, потому что ему тяжело дышать в горизонтальном положении. Если у него превалирует нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы, то есть симптомы шока, снижение артериального давления, повышение чистосердечных сокращений, то мы его должны лечить в горизонтальном положении. Мы с вами используем просто опускание нашего кресла в максимально горизонтальное положение и поза Транделенбурга с поднятым ножным концом, чтобы увеличить кровоснабжение и перфузию ткани головного мозга. Дальше. Самое главное не забывать, что первый этап – это введение адреналина. Адреналина внутримышечно. Не нужно сразу пытаться лезть ему в вену, потому что эту вену крайне сложно найти. Во-вторых, адреналин, введенный внутримышечно, вызывает, к сожалению, много патологических реакций и осложнений, с которыми впоследствии нам будет тяжело бороться. Те препараты, которые направлены на лечение данной системы. Есть препараты, которые используются в мире. Это так называемые автоматические шприц-ручки. Как им пользоваться? Снимается защитная крышечка и в любую крупную мышцу, или бедро, или плечо, отрывистый удар. 5-10 секунд происходит введение препарата. Отняли. Все нормально. Препарат уже в организме. Если мы говорим с вами о наших реалиях, то мы с вами используем раствор адреналина. Адреналин у нас в стране существует нескольких вариантов. Есть адреналина гидрохлорид. Есть адреналина гидротартрат. Вне зависимости от того, какой адреналин доступен у вас на вашем рабочем месте, все равно запомните, в каждой ампуле данного адреналина 1000 микрограмм действующего вещества. Для взрослого дозировка будет 500 микрограмм. Дети 6-12 лет 300 микрограмм. Дети, которые младше 6 лет 150 микрограмм. То есть считаем, для взрослого пол ампулы препарата адреналин. Для ребенка 6-12 лет 0,3 мл ампулы адреналина. Для детей младше 6 лет 0,15 ампулы адреналина. Итак, вводим данный препарат точно так же внутримышечно, без каких-либо разведений, в любую крупную мышцу. Это был первый этап. Второй этап это массивная, друзья, внутривенная инфузия. Внутривенная инфузия кристаллоидов. Для этого подходит обычный, рутинный, привычный нам натриохлорид. Дозировка для взрослого человека вплоть до литра. Потому как, к сожалению, ввиду отека, который у него формируется, у него есть относительная гиповолемия. То есть снижение объема циркулирующей крови. Нам это необходимо восполнять. Поэтому второй этап это массивное введение внутривенных кристаллоидов. Переходим дальше. На третьем этапе у нас выходят антигистаминные препараты. То, что доступно у нас, это супрастин. Он популярен, он есть практически везде. Заменить его может хлорпирамин. Для взрослых адекватная дозировка точно так же набрали и ввели или в ту систему, через которую сейчас проходит внутривенная инфузия, или точно так же внутримышечно. Это третий этап введения антигистаминных препаратов. На четвертом этапе это введение кортикостероидов. Тот препарат, который широко используется у нас, тот, который доступен у нас, это дексаметазон. Но напоминаю, что стандартная дозировка рассчитывается по преднизолону. Какое количество для взрослого человека? Не бойтесь, друзья. Кортикостероиды в больших дозировках от однократного введения не вызовут никаких осложнений. При системном введении, да, возможно осложнение со стороны надпочечников. Но при однократном данная дозировка должна быть велика. Для взрослого человека препараты дексаметазона вплоть до 7 ампул. Не жалейте препарата. Этим вы только спасете ему жизнь, а никак не вызовете никакие нарушения. Это был четвертый этап лечения данной проблемы. И на пятом этапе мы можем уже с вами бороться со всеми остальными симптомами. То есть симптоматическое лечение. Но уверяю вас, если вы пройдете эффективно эти 4 этапа, о которых мы с вами поговорили. Еще раз, адреналин, массивная внутривенная инфузия. Это третье, антигистаминные препараты. Четвертое, кортикостероиды. Если вы пройдете эти 4 этапа, то возможно до пятого этапа вы просто не дойдете. Потому что у пациента уже не будет абсолютно никаких проявлений аллергической реакции. КОНЕЦ